Табачок Таун Табачок Таун Табачок Таун Теперь табак на составляющей. Что же изменилось с этим продуктом за год? Кроме того, что у них появилась все, ребят, импотенция и, конечно же, акциз, да? Скорее всего, импотенцию они заработали, потому что конкретно ебали с акцизом, блядь. Ладно, погнали. Раз, два, три. Что касается изменений за год, их очень много. В первую очередь, это касается именно курительных качеств данного продукта. Я сейчас курю мюсли, этот вкус мне очень понравился. Это был прям такой кондитерский мощный вкус. Что у нас сейчас за год? Вкус стал монотонный, он немного сдулся. То есть он стал не такой яркий, как было, он стал не такой сладкий. Конечно же, да, за год ребята переработали технологию, переработали все это остальное. Да, но при этом они почему-то упустили вот эту жилочку, что продукт стал немного безвкусным. Также замечу и по жаростойкости. У меня было достаточно времени, чтобы его хорошенько прокурить. Еще у меня остались даже старые пачки. И я сравнивал, сидел и сравнивал. Да, кардинально все поменялось. Что касается аромок, они не поменялись. Они как были похожи, даже не так, что похожи. Они как были идентичны Дарксайду, так и остались. То есть Дарксайда, ой, тауновская кола ничем не уступает Дарксайду. Персик ничем не уступает Вирджин Мелону, ой, Вирджин Пичу, да. А Шалфея, тот же самый Шалфея, так же и Супернова, грубо говоря. Все один в один. Но при этом, даже имея акциз, таун все равно остается дешевле. Что касается характеристик, про которые я начал говорить, но почему-то сбился, да. По жаростойкости стал он немного нестабильный, я назову это так. Почему? Потому что если ты куришь интенсивно, либо ты куришь это в кальянной, то все окей. Один человек, два человека, которые курят один кальян, им все будет комфортно. Но если ты начинаешь курить дома, и тебе нужно отвлечься туда, сюда, то ты за коротенькое такое время просто хапнешь по самой гланды перегрев. Так что даже самый жесткий галик у вейперов просто маленький младенец, который где-то там висит на балконе. То есть ты так хапнешь, что, блядь, мало тебе не покажется. Поэтому если его курить, то его нужно курить постоянно. Даже вот сейчас я немного проебланился, да, с вами, и у меня все слетело. Поэтому мы его продуваем. И начинаем курить. Тогда все окей. Также, что касается крепости, если прошлогодний таун был такой ледненький, то сейчас это довольно-таки такой хороший устоявшийся табак, который имеет свой характер, который тебя накуривает и начинает немного заплетаться язык. Он очень хорошо бьет по голове и по ногам. Также продукт стал намного влажнее, чем был, блядь. Бывшая, видите ли, стала нефригидная, и, блядь, она прям влажнится и влажнится. Он стал довольно-таки жидкий, с него прям текет сок. То ли это плохо, то ли это хорошо, непонятно. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Кто-то говорит, фу, сухой, блядь, неудобно. Кто-то говорит, бля, мокрый, все, текет, невозможно курить. Непонятно. Здесь, скорее всего, это больше нонсенс, кому как. Короче, влажность табака, она, мне кажется, кардинально на любителя. Также, что еще хотелось отметить по наличию вкусов. Появилось очень много прикольных вкусов. Я их, конечно же, скурил в первую очередь, и они мне очень понравились. Ну и, думаю, такой маленький нонсенс, ой, маленький, маленькая такая новость о том, что все-таки ребята получили акциз. Я думаю, это самая главная цель нашего обзора, поздравить ребят и сказать им, ребят, у вас появился акциз. Кто хочет посмотреть первый обзор на Табак Таун, то вот сюда, вот сейчас. Вот здесь вот ссылочка, кликайте и смотрите Табак Таун. Поэтому это Даладым и Табак Таун. Сегодняшний наш гость, такое маленькое, коротенькое, информативное видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok